Дружба народов, атмосфера свободы и полная открытость. В 1957 году шестой по счету фестиваль впервые проходил в Москве. После окончания Второй мировой войны именно новое поколение должно было сплотить мир и не дать ему разбиться на осколки. Официальный гимн фестиваля. Второй раз он прозвучал в нашей стране уже в 1985 году. Нина Мартишина, тогда еще студентка, с теплотой вспоминает те события, а в фестивале принимал участие как делегат от Рязанской области. Как мы говорим, годы идут вперед, что-то из памяти стирается, а что-то остается таким, как будто это произошло вчера. Если говорить о фестивале молодежи и студентов, то, наверное, это именно такой случай. И короткого интервью не хватит, потому что я могу буквально по часам, по кадрам сказать то, что было за эти дни. Эмблема фестиваля почти не изменилась. Это яркий цветок. В центре земной шар с изображением голубя, символа мира. И уже через несколько дней она вновь появится на улицах российских городов. А центром фестиваля станет Сочи, куда и отправится большая делегация из Рязанской области. Это лучшие представители молодежи. Они прошли конкурсный отбор. Было 5 человек на место и 50 волонтеров. Волонтеры наши уже там. Вчера звонили, присылали фотографии. Они купались. Чем вызвали нашу зависть? Они очень хорошо питаются. Им очень нравится питание на фестивале. И сейчас вообще, наверное, все очень нравится на фестивале. Наша делегация поедет ночью с четверга на пятницу в Сочи. Чем интересен фестиваль? Событие такого масштаба проходило уже на территории Советского Союза в два раза. Это 57-85 года. Это огромное мероприятие. 20 тысяч молодых людей со всего мира. Это возможность обменяться опытом. Но для нас это самая главная возможность показать то, что Россия – это страна возможностей. Показать, что наша молодежь лучшая в мире. То, что от молодежи зависит будущее мира, развитие нашей планеты, развитие наших стран. И это самое главное. И очень приятно, что фестиваль пройдет именно на территории Сочи-парка, Олимпийского парка, который принимал Олимпийские игры. Это такое значимое место для Российской Федерации. 175 юных, энергичных, умных. И каждый прошел конкурс на отбор. Я являюсь студенткой Радиотехнического университета. Учусь по специальности информационная безопасность. Но едный фестиваль как общественник будет на гражданской платформе развития. Еду на фестиваль. Я для новых знакомств. А также узнать, как проходит вообще волонтерская деятельность в различных странах, в различных городах нашей Родины. И также узнать, какие молодежные направления, какая молодежная деятельность есть в различном мире, то есть в различных странах. Открытие 19-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов пройдет 14 октября. За торжественной церемонией и работой 20 тысяч молодых людей со всей планеты будем следить все вместе. Продолжение следует...